Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягуль Нуржаке. Сегодня в программе. Граждан, которые докладывают о правонарушениях, становится больше, ведь их за это теперь поощряют деньгами. Десять работников средств массовой информации отмечены денежными премиями и статуэтками. В Караганде завершился отборочный тур республиканского конкурса «Дельфийские игры». Житель поселка Жайрем Карагандинской области Жанбеков Абзал требует выплат компенсации у местного горно-обогатительного комбината. Мужчина в прошлом году отравился угарным газом и, по его словам, чтобы не выплачивать ему деньги за полученный вред, работодатель подкинул ему наркотики и избил. Амина Смакова с подробностями. Абзал Жанбеков обратился за помощью к правозащитникам в Караганде. Мужчина уверен, здесь ему помогут. Абзал работал проходчиком в шахте поселка Жайрем. В ноябре прошлого года в забое он отравился угарным газом. По словам мужчины, он сразу же потерял сознание. Сначала был в местной больнице, потом его отправили на обследование Жизказган. Там состояние ухудшилось, и Абзала доставили на самолете в областной медицинский центр Караганды. Прихожу в больницу и вижу сына в таком ужасном состоянии. Ничего не помнит. Сначала даже не узнавал никого. Никакой помощи нам шахта не оказала. Его еще и уволили в феврале этого года. Дали только 50 тысяч. Обвинили в том, что у него были наркотики в кармане одежды. Говорят, мол, обкурился, обкололся, а он даже на учете нигде не состоит. Безобразие. Моего сына еще и избили там. Когда в больницу он попал, у него побои на лице были. Адвокат Абзала Илья Махлов считает, что дело его подзащитного требует тщательного рассмотрения. Объективных данных, которые указывают на то, что именно он употреблял, ничего нет вообще. И для того, что это его вина. Как вы себе представляете, человек спустился в забой, в шахту спустился, там накурился. И там настолько накурился, что упал его на скорую, без сознания в состоянии увели. Я думаю, это абсолютно нелогично и нереально. Также, по словам адвоката, комиссия, созданная работодателем, который исследовал это происшествие на производстве, не произвела должного расследования. А из ее заключения выходит, что Абзал сам виноват случившимся. По своей работе комиссия не усмотрела никакой связи между данным происшествием и его отношением к трудовой деятельности господина Жамбекова. Абзал и его адвокат написали заявление в районы суд имени Казабек-Бик города Караганды для рассмотрения этого дела. Адвокат хочет добиться выплаты компенсации для пострадавшего через служителей Фемиды. Также уже написано заявление в полицию по факту побоев. Сам Абзал хочет справедливости. В результате отравления он получил вторую группу инвалидности и также ему необходимо дорогостоящее лечение. До горно-обогатительного комбината поселка Жайрем мы не смогли сегодня дозвониться. Будем следить за ходом событий этого дела. Случилось на рабочем месте, отравился горным газом. Хочу, чтобы был справедливый суд. Амина Смакова, Руслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Жители поселка Заводской города Караганды просят помощи. Прямая короткая дорога, по которой они привыкли ходить, перекрыта. Там строится новый дом. Чиновники выдали участок земли частнику, захватив территорию дороги. Местные жители уже месяц ходят в обход по трассе и через степь. Наш корреспондент более подробнее. У Татьяны, жительницы улицы Аврора, поселка Заводской, пятеро детей, один из которых грудной. До магазина или остановки ей приходится вместе с малышами идти по опасной трассе или же по степной тропе. Чтобы добраться до автобусной остановки, в обход уходит 40 минут. Раньше, когда была открыта эта дорога, многодетной матери было легче. Сейчас, по словам Татьяны, выход куда-либо из дома превращается в испытание. Пришли вот сюда с Акимата или откуда-то. Взяли сумки, детей, коляску и пошли от остановки до нашей последней улицы. В круговую. Да, в круговую. Даже не по нашей короткой дороге, а в круговую обошли. Люди уверены, если сейчас на непростую ситуацию, в которой оказались сотни жильцов, не обратя от внимания, у них возникнет немало проблем. У меня мамка старенькая. Вот сейчас закроют здесь. Единственный вот этот напрямую. Потому что там есть автобус. А теперь что делать она будет? Строительство нового дома создало проблемы с жильцам около ста домов. По словам сельчан, они никак не могут взять в толк, как выдали участок земли вместе с территорией дороги. Как говорят люди, у чиновников на все всегда один ответ. Вот это все по плану, все законно, все по плану. Наверное, власть существует для нас, а не мы для власти существуем. Власти города обещают в ближайшее время прояснить ситуацию. Сегодня получить комментарий у чиновников не удалось. По словам советника Акима города Караганды Руслана Телегина, как только уполномоченные специалисты разберутся в проблеме жителей поселка Заводской, они предоставят всю информацию. Амина Смакова, Исланбек Аспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Граждан, которые докладывают о правонарушениях, становится больше. Ведь их за это теперь поощряют деньгами. Такую меру предприняли полицейские. Они хотят таким образом снизить уровень преступности. Сегодня на очередной сессии городского маслехата депутаты обсудили деятельность правоохранительной системы. О правонарушениях среди населения и несовершеннолетних доложил руководитель государственного правового отдела аппарата Акима города Баужан Кусеинов. По его словам, в прошлом году за своевременное информирование о нарушениях поощрили более 70 человек. Им за это дали денежное вознаграждение – около 800 тысяч тенге. В 2015 году комиссии принято решение о поощрении 25 граждан, активно участвующих в обеспечении охраны общественного порядка на общую сумму 240 тысяч тенге. Также в целях осуществления системной работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних при Акимате города Караганды функционирует городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. По словам чиновника, в этом году количество аварий на дорогах уменьшилось почти наполовину. Этот показатель ниже прошлогоднего. К тому же несовершеннолетние тоже стали меньше нарушать. Если в прошлом году на учет поставили около полутора тысяч детей, то их число в этом году сократилось. Полицейские ставят на учет также и семьи, где уход за детьми ведется ненадлежащим образом. На что депутат городского масляхата предложил возобновить совместную работу народных избранников в социальной сфере Акимата и УВД. Был общественный совет при УВД города, правильно же, из лица депутатов, из лица авторитетных людей, будем говорить, Акиматаев. Может быть сейчас продлить вот этот общественный совет, создать, возобновить работу. Депутаты провели свой мониторинг роста преступности в нашем городе. Наряду с плановыми заседаниями они выходили в рейды и проверки. Дела семерых детей по инициативе народных избранников были взяты на контроль. Также в текущем году двое несовершеннолетних уклонялись от учебы. Их воспитанием и поведением тоже уже занялись. Депутатами совместно с представителями УВД города Караганды в феврале прошлого года были осуществлены выездные заседания в организации образования. Рассмотрена информация заместителя руководителя УВД города, а также работа комиссии по профилактике правонарушений. Итак, работа народных избранников продолжается. По их инициативе в городе увеличилось количество дополнительных постов полиции. Их стало больше на 44. Постоянно проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Аймамрина Уржас, Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Продолжаем выпуск. 10 работников средств массовой информации отмечены денежными премиями и статуэтками. Такие награждения проходят раз в году и только накануне профессионального праздника Дня журналистов. Николай Кровец с подробностями. Сегодня во Дворце культуры Горняков многолюдно здесь собрались работники газет, радио и телевидения. Многие пришли сюда не просто так, а чтобы посмотреть, кто станет победителем юбилейной церемонии вручения премии Акима области Алтен Сункар. Но и для того, чтобы поздравить коллег с профессиональным праздником. В номинации за верность профессии победил главный редактор, режиссер информационного отдела телеканала Первый Карагандинский Сергей Высокосов. На телевидении он работает уже больше 40 лет. Хочется сказать, что это большое счастье, когда ты выбрал ту самую профессию, которая тебе помогала и которая тебе нужна всю жизнь. Когда тебе не стыдно за свою профессию, когда ты востребован своей профессии. Наверное, это самое главное. Какие бы они ни были, это печатные средства массовой информации, это электронные средства массовой информации, это телевидение, это радио. И во всех этих ипостасях сегодня наши земляки, представители большой армии журналистов, работают и доносят, выполняют большую, важную, социальную, общественную роль, доносят до людей всю эту информацию. В нынешнем году решением конкурсной комиссии премии Алтым Сункар были удостоены 10 журналистов по 10 номинациям. Специальной премией Акима области за вклад в развитие карагандинской журналистики был удостоен Магауя Сембай, главный редактор областной газеты Орталык, Казахстан. Николай Кровец, Ожас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Корреспондент нашего телеканала Алмаз Мусабеков занял первое место на республиканском конкурсе под названием «Государственный язык и СМИ». Среди более 200 работ журналистов со всей страны наш коллега доказал свое мастерство. Одна из четырех номинаций «Самая лучшая телепередача» покорила сердца жюри. Наш город на данном конкурсе представляла и газета «Арка Ахшамэ». Ответственный секретарь издания Хулунтай Мунтай был награжден в номинации «Самый лучший печатный материал». А самая лучшая телевизионная передача признана работа корреспондента телеканала «Первый Карагандинский» Алмаза Мусабекова. Она выходила в эфир под названием «Тельтану». Алмаз Мусабеков за годы работы на телеканале «Первый Карагандинский» успел проявить себя как очень ответственный корреспондент. Его авторские программы всегда очень актуальны и имеют своих зрителей. Одна из них – передача «Тельтану», что переводится как «изучи язык». По словам номинанта, он эту премию получил благодаря самоотверженному труду. «Моя победа – это победа всего творческого коллектива журналистов телеканала «Первый Карагандинский». Конечно, не обошлось и без поддержки областного управления развития языков. Считаю, что на этом наши достижения не закончатся. Впереди ещё много триумфов». День журналистики принёс нашему телеканалу не только эту номинацию. Победу Алмаза Мусабекова продолжила премия Акима области Алтун Сунхар. И в этом конкурсе журналисты нашего телеканала были отмечены грамотами и специальными денежными вознаграждениями. В учреждении АК-159-7 прошёл конкурс «Мисс Уиз среди девушек-полицейских». За звание лучшей боролись 12 представительниц непростой профессии. Участницы доказали, что и в форме с погонами можно стоять на страже порядка, оставаясь при этом красивой женщиной, расскажет наш корреспондент Аима Урина. «Марш-броски, строевые наряды. Всё это не зря. Всё это во благо моей Родины». Зажигательные ритмы буги-вуги подарила членам жюри Анастасия Эпишко. 23-летняя девушка занималась много лет танцами. Служить в полиции – её мечта с детства. В органах она работает уже пять лет. От конкурса Настя ожидает победы, но свои силы оценивает адекватно. Ведь здесь собрались самые лучшие. «Главное не победа, главное участие. Главное – показать себя». «Как оцениваете остальных конкурсантов?» «Все конкурсантки очень творческие, достойные. Все молодцы». Кроме Насти, в этой нелёгкой борьбе за звание «Мисс УИС» участвует ещё 11 конкурсанток. Каждая представляет своё учреждение. Среди них и психологи, и работники отделов кадров, и инспектора. Участницы со всей области. Удивить нас своей оригинальностью попыталась конкурсантка Мадина. Своё представление она начала с рэпа. Но волнение было заметно. «Моя работа опасна и страшна. Ведь от меня зависит жизнь дальнейшей людей». В ходе конкурса девушки должны были представить себя, показать свои таланты в песне или танцах, продемонстрировать свои кулинарные способности и удивить вечерними нарядами. «Конкурс красоты среди наших сотрудниц, Департаменту духовно-системы области, он приурочен к дню казахстанской полиции, которую мы отметили 23 июня текущего года». Конкурсантки разошлись не на шутку. Благо, фантазия у всех разная. Песни, танцы сменялись театральными постановками с переодеваниями. Каждую из них сопровождал шквал аплодисментов болельщиков. А победительницу определит строгая, но справедливая жюри. Аймамрина, Исламбеку Спан, Арман Нартаев, первый карагандинский. И еще об одном. В Караганде завершился отборочный тур республиканского конкурса «Дельфийские игры». От шахтерской столицы лучшими стали 10 человек. Молодые таланты, а это певцы, художники, танцоры и инструменталисты встретятся на одной большой сцене в Шымкенте. И уже там определятся победители. «Дельфийские игры» в Казахстане проводятся уже 11 раз среди молодых дарований. Здесь приветствуются все виды искусства. Изобразительные, исполнительские, прикладные, словесные, социальные и даже экологические. В конкурсе смогли принять участие ребята от 10 лет до 21 года. Теперь всех ждут на финальном гала-концерте. В этом году со всего региона Карагандецкой области участвует 150 человек. Победители данного конкурса поедут на республиканский «Дельфийские игры», который будет проходить в городе Шымкент. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Приятных вам выходных. Увидимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok